Севастополь должен стать не только патриотической, но и культурной столицей Юга России. Для этого президент Владимир Путин поручил создать в городе Герои целый культурный кластер. Он вырастет на мысе Хрустальном. Такой мощный культурный проект – мечта любого города России. Но повезло только четырем. Севастополь в их числе. Мы понимаем, что благодаря этому проекту будет развитие в дальнейшем, и Севастополь станет таким форпостом культуры на Юге России. Равно, как и все остальные города, которые указаны в указе Владимира Владимировича Путина. Как известно, это и Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь. И если сравнивать с теми проектами, которые есть в остальных городах, безусловно, все эти культурные учреждения, они тоже расположены не в спальном районе, и не так, как у нас рекомендуют где-нибудь вот на том пустыле, а все расположено в центре города. Не секрет, что наш президент любит Севастополь, у него особые отношения. И, конечно, наш город в такую знаковую программу вошел. И еще хотелось бы отметить, за последние несколько лет, два-три года, у нас вырос еще и в обществе запрос на такие мероприятия. Уже готовы проекты театра оперы и балета на тысячу посетителей и Академия хореографии. По сути, Академия уже работает, но пока во временных помещениях. И будущие звезды ждут, не дождутся переезда. Мы сейчас располагаемся временно в Муссоне. У нас тут, конечно, прекрасные залы. Но нам бы очень хотелось, чтобы скорее построилась Академия хореографии, театр. И этот культурный кластер, который, мне кажется, очень много даст и городу, и будущему поколению. Также на территории кластера появится и музейно-мемориальный комплекс. Все работы в зоне культурного кластера будут проводиться под тщательным присмотром археологов. Все, что найдут в ходе строительства, будет сохранено и передано в музей. Либо останется на своем историческом месте. Это принципиальный подход и федерального, и севастопольского правительства. Вот птичьи ряды, они не входят в точку застройки, а должны были быть в зоне благоустройства. Ну, мое личное мнение, что их надо постараться сохранить, даже если их придется разобрать и перебрать. Потому что, на мой взгляд, это очень интересный показательный объект. В центре города у нас будет частичка Севастополя 19 века. Это возможно, и проектировщики сейчас над этим думают, как это вписать в архитектурный ландшафт. Кластер станет не только домом для культуры, но и местом отдыха горожан и гостей города. На всей открытой территории кластера планируется сделать большой парк с пешеходными зонами и маршрутами. Будет большая площадь озеленения, парковочные места. Сбор предложений и замечаний по представленным проектам завершен. Его результаты правительство опубликует сразу после подведения итогов. Алексей Дмитриев, Александр Доросенко. Новости Севастополя.